2-литровый. Почему огурчики только в GreenRay? Потому что у них изготовитель нормальный, Секта Пром, Волгоград. Ясно, но нельзя брать... Я брал GreenRay, как я уже сказал, непосредственно грибы. Нужно смотреть изготовители Китай, Индия, Вьетнам, Тайвань, это плохо. Оттуда консервы лучше не брать, потому что там очень... Не, я в GreenRay же брал. Ну, это бренд, да. Значит, они недостаточно качественно выбрали изготовителя. Надо смотреть изготовителя. Если не Россия, и не Беларусь, и не Украина, то лучше не брать. Китай, Индия, там, Турция, это все хрень. Невкусно будет. Будет очень плохой рассол, замаринованный в хлам. Просоленный, там, с кучей уксуса, с кучей специев. Что далеко везти, сложно. Да, далеко везти, долго хранить. Короче, это твоя градация огурчиков. Самый первый. Если российский, на данный момент... Нет, вообще. Самый лучший огурчик, который существует на данный момент. Соленый. Вообще, в этом мире. Ну, ты ни хера себе спрашиваешь в этой галактике, да, в мире. Нет, жизнь такая, да. Спрашивают самые лучшие. Мне же нужно понимать, что... Я... Я не выбираю самые лучшие. Я выбираю самые оптимальные. Это вот такие GreenRay. Огурцы, да. Они стоят порядка 200 рублей в метра 230, в Ашане около 100, ой, около 200. Вот. Есть еще немецкие огурцы, но они дорогие, я их не рассматриваю. Они стоят раза в два дороже, при объеме раза в два меньше. Как бы. Если не менее. Гляди, а вот зарубежные. Ну, вот, я говорю немецкие. Они просто стоят там... GreenRay, ты говоришь, русский. GreenRay русский. Есть немецкие огурцы там, Грехен, Вайльзен какой-то. Я сложно выбрать название. Они просто очень дорогие. Ну, можешь показать, как они выглядят? Да я буду долго гуглить. Но они есть в Ашане, их можно брать. Они почти точно будут вкусные, но они будут просто очень дорогие. Там... Насколько дороже GreenRay? Ну, GreenRay 2 литра стоит, грубо говоря, 100 рублей, в этих литр стоит 350 рублей. То есть в три раза? В три с половиной раза, да. Да, должен. Я не готов столько огурцы отдавать. Но они точно будут вкусные, надежные. Но они из Германии прямо? Да, изготовители прямо Германии, да, импортные. А GreenRay прямо России? А GreenRay России, да. Изготовители России, может посмотреть. А с помидорами GreenRay дружат? Да, помидорчики маринованные есть. Но лучше тоже смотреть изготовителя. Главное, чтобы не Индия, не Китай и не завод. Ну, в смысле GreenRay? Ты смотришь, это же Россия, типа. Ну, у них разные изготовители. Они могут в Китае заказывать. Например, грибы. Шампиньоны маринованные китайские. Я бы за них, ну, я бы с ними в одном поле не сел. С шампиньонами. А ты бы сел? Иван, у тебя сейчас кончатся гигабайты. Нет, у меня iPhone 7 здесь все хорошо. А, ну да, да. Так, теперь поговорим про горошек. Горошек я, честно говоря, мало изучал. Про горошек явно. Горошек он обычно весь норм. Глобус. А, Хейнс, Хейнс, Хейнс. Глобус, Хейнс. Нет, нет, нет. А что более дорого? Ну, Хейнс просто дорогой. Хейнс дорогой, Хейнс следит за репутацией. И у них обычно все... Не, ну Хейнс все дороже в разы. Потому что это Unilever. А Глобус сколько стоит? Глобус это в биске, который? Или что это? Ну, Глобус я знаю, я просто троллю. В смысле, если ты знаешь? Где он производится, если ты знаешь? Глобус это опять же... Ну, наверное, может быть, да. Не, обычно горошек и... Что там? Горошек и груза, они всегда обычно... Я беру горошек в стекле. Нормальное. Вот стекле... Он должен быть мелкий. Есть такие в Ашане узкие ба... Бутылочка высокая. И вот видно, что он мелкий, он мягкий всегда. Чуть-чуть сластит. Офигенный горошек. Что мы это выложим в YouTube? Назовем типа мужики про консервы. Эксперты, мнение экспертов. Типа сколько там на рекламе заработал. Нет, мы сначала тестирование проведем, потом... Давайте Иванову покажем. Давай. Давай.